Техники ножей и бабочек Почему же все-таки техника ножей и бабочек до сих пор так важна? Первое, что важно знать, технику барджандо непосредственно у Ибмана изучали всего лишь 3 человека. Это мой учитель Чоу Блэчуэн и два других. И этот цикл техник, это не просто форма с ножами. Это техники, которые могут быть использованы в уличном поединке, в спарринге, где угодно на длинные дистанции. Это очень важный момент. Традиционно для Винчу мы используем очень короткие формы шагов, Чи Сао, но это форма боя на длинной дистанции. Таким образом, техника Винчун может быть использована в поединке на длинной дистанции. Мы как бы имеем короткую версию техники и длинную версию. Таким образом, Винчун содержит техники боя на длинной дистанции. Эти техники содержатся в форме с ножами и бабочками. Это так? Техника восьмой части формы барджамдо, а также любая другая секса, может быть трансформирована в комбинации для уличного боя. С использованием силы бедер и классическая стойка лошади также будет использоваться и выглядеть по-другому. Я думаю, что немногие знают, как использовать технику ножей-бабочек без ножей-бабочек в рукопашном поединке. Небольшая демонстрация могла бы пролить свет на эту тему. Пожалуйста, покажите нам, как использовать барджамдо без барджамдо. Ножи-бабочки, которые я использую, весят по 8 фунтов каждый. Тренировки с ними помогают мне развить силу бедер, дюймовую силу и силу моих запястьев предыдущих. Я покажу простой пример использования одной и той же техники с ножами и без ножей. И я покажу отличие. Эти ножи весят по 8 фунтов каждый. Они очень тяжелые. Я исполню часть формы с движением джамдо. Видишь? Видишь, как я двигаю? В каждом движении вы используете силу поворота бедер. Но как это использовать без ножей? Без ножей? Пожалуйста. Атакуй меня, как это обычно делает после этих других гигабочек. Например, двойкой. Ты видишь? Все движения с постоянным использованием силы бедер. Это выглядит немного похожим на бокс. Нет, это винчун. Это реальность. Мы не делаем вот так. В реальном поединке ты не будешь действовать вот так. Ударь меня, например. Видишь? Вот это реальность. То есть вы используете силу поворота бедер для генерации силы удара. Это не совсем бокс. Потому что бокс боксеры бьют отсюда. Атакуй меня. Видишь? Я не бью сбоку, я бью отсюда. Я бью длинные дистанции. Это длинный удар. То есть вы используете поворот бедер, чтобы достать противника с дальней дистанции. Но при этом продолжаете использовать дюймовую силу. Как я вижу, эти техники равно подходят как для уличного поединка, так и для соревнований. Они подходят для любых ситуаций. То есть мы имеем способы генерации усилий на короткой дистанции, на длинной дистанции, использовании силы бедер. У нас есть все необходимое. Да. То есть вы переключаетесь к большему использованию силы бедер, скручивания в пояснице. И ваша стойка лошади, она также меняется. Я вижу, вы все время используете вот такую стойку, типа этой. Является ли это традиционным для венчона? Потому что все привыкли, что венчон использует вот такое положение, как бедер. Да, является. Но это более боевая форма. Здесь мы больше используем силу скручивания бедер. Традиционная стойка лошади также меняется. 60% веса переносится на переднюю ногу. А заднюю ногу мы используем как толчковую. Да, по ощущениям это похоже на бок. Но очень важно, что это тоже венчон. Все привыкли, что венчон только вот так. Но венчон это еще и вот так. То, что ты показывал только что, это не совсем для боевой ситуации. Конечно, если мы садимся на заднюю ногу и не используем такого глубокого прыгновения с помощью бедра, это работает. Но на более длинной дистанции следует действовать вот так. Видишь? Это реальность. Я хочу анонсировать выход моей новой книги. Она будет об Ипмане, о моем учреждении, о линии преемственности. И из важных вещей там будет рассмотрена техника ног венчона. Она выйдет на русском, финском, английском, китайском языках. Ну что же, с нетерпением ждем выхода новой книги. Не chapせて? Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...